здравствуйте уважаемый трейдер меня зовут шевченко роман сегодня 6 февраля и первая пятница этого месяца я делаю акцент на том что сегодня первая пятница месяца потому что именно в этот день министерство труда соединенных штатов америки отчитывается по ситуации на рынке труда в частности сейчас пойдет речь о таком макроэкономическом показателе как non-farm payrolls или количество занятых в несельскохозяйственном секторе страны non-farm payrolls в сша это ежемесячный индикатор характеризирующий количество созданных новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц один из важнейших показателей оказывающий сильное влияние на рынок так как показывает изменение уровня занятости в стране также существует мнение что изменение данного индекса на 200 тысяч за месяц можно приравнять к изменению ввп на 3 процента публикуется этот индикатор как правило в первую пятницу каждого месяца несмотря на то что реакция рынка на этот показатель несколько снизилась что обусловлено внесением изменений в монетарную политику фрс частности смена его значения при принятии решения об изменении уровня основной процентной ставки но положительная динамика по-прежнему будет подталкивать членов комитета по открытым рынкам к голосованию за поднятие уровня основной процентной ставки как следствие рост количества занятых благоприятен для доллара сша естественно мы сейчас не будем углубляться в суть этого вопроса и проводить параллели между реакцией фондового рынка сша и непосредственно доллара сша на публикацию этого показателя но связь явно прослеживать и так ближе к делу профильные эксперты прогнозируют очередное замедление темпов роста этого показателя до 231 тысячи в январе или на 21 тысячу меньше чем в декабре подтверждение прогноза или отклонения в пределах до 5000 может привести кли лишь незначительному увеличению волатильности в момент публикации но более значимое отклонение от прогноза способно привести к резкому увеличению торговой активности в момент публикации частности если фактически данные окажутся выше отметки в 300 тысяч то следует ожидать импульсивное укрепление доллара сша в то время как значение в 200 тысяч может привести к развитию более глубокой коррекции индекса доллара сша и так отметим краткосрочные цели по основным валютным парам пара евро доллар цели для быков по данной паре 1.1540 и 1.1635 цели для медведей 1.1380 и 1.1300 пара фунт доллар цели для покупателей 1.5400 цели для продавцов 1.5250 1.5200 пара австралийский доллар доллар сша цели для быков по данной паре 0.7900 цели для продавцов 0.7780 0.7745 на этом у меня все но также напомню что перед открытием американской торговой сессии выйдет очередная серия программы фокус рынка а а а а а Редактор субтитров А.Семкин